Так, все, 90 секунд поставил. Короче, ставлю захват, уже другой сейчас буду разбираться, что где и как. Расклады примерно ясны, фавориты корейцы, Стрэндж может одолеть и лейзеры, и лейзер может корейцами пободаться, да в принципе и Стрэндж, но сложно сказать, некуда там пилить, но наверное все-таки здесь сюрпризов будет мало, но я надеюсь, что будет от Стрэнджа только сюрпризы здесь. Стрэндж. 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 Фрейзер опоздает, так как на КСП-капе он должен участвовать, собственно, ну, и его сдвинули, этот КСП-кап. Короче, ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, пришел Стрэндж сюда... И с кем-то он... А, он, в общем-то, с этими... С корейцами, получается, будет начинать. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, стрима на КСП-капе, скорее всего, не будет. Почему? Потому что я уже говорил сегодня, вообще, как я приехал, какая-то вообще жесть. Мои все болеют... Вчера холодильник сломался, хотя ему полгода. Вот, пришел сегодня чел, посмотрел, надо увозить, короче, надо не идти в магаз, чтобы замену какую-нибудь, может быть, дали, я не знаю, вот, или что-то делать. Короче, мне еще много чего-то сегодня надо сделать, поэтому, ну, СГЛ, и все по ходу дела. А плотный график уже начнется после этих выходных. Не вообще что-то сегодня, как бы, так и маленько поссорились дома. Вообще, у меня голова просто квадратная, я, честно говоря, в очень плохом настроении, и вообще мне, ну, как, не настроение плохого, а подавленном каком-то таком состоянии нахожусь. Я пришел сюда домой, пошел в магазин что-нибудь перекусить, купить какой-нибудь, к чаю хотя бы хрени. Ча я приехал на велике, прицепил велик на, ну, вот, велосипедную эту хрень, как бы, на зацепку, короче, купил в магазине. Хорошо, что он тут метров 150-200, как бы, от дома находится. Прицепил велик туда, купил все, и такой тралливали, пришел домой, как лунтик такой, раздел все уже, такой, все положил. Такую думаю, блин, что-то не то, короче, что-то, походу, я забыл. Вот, и просто нахожу, как бы, в кармане ключи вот этой застежки, понимаю, что я олень просто голимый оставил велосипед свой там на магазине, как бы, стоять. Вот, и только потом я, как бы, ну, вообще вышел, как бы, на нем обратно приехал. Это вообще, ну, какой-то у меня вообще просто после приезда дичь вообще, ну, в голове. Тяжеловато. Зетбилдер предлагаю тебе чушь перестать нести, и так все будет в порядке у тебя, по крайней мере, в этом чатике. Вот, такой холодильник, индезит, но индезит, я так и понял, все вообще мертвое, все, ну, как бы, не знаю. Хотя я так понимаю, что сейчас просто многое может косящить, так ведь в современное время никто особо, особенно у нас, да, не старается. Если советские, вот это все, советская, как бы, да, живет до сих пор, и, как бы, значки вот эти были действительно показательны того, что, да, это будет жить, то и современная, конечно, российская. Вот, это сразу показатель того, что умрет очень скоро, по ходу дела. Непонятно, что-то, где кто там находится. Так, сыграя каточку, я уже 4 каточки сыграл за 40 минут, все победил, что сам увидитель, ну, там, видимо, то ли слабенькие, то ли что там было, как бы шли товарищи. И теперь жду начала СГЛ, а, между прочим, здесь Стрэндж играет, вам напомню, и нужно за него бы поболеть. Вчера за Блайя мы поболели, и Блай, к сожалению, имея равное количество по картам, 5-4, с Тру, по личным встречам ему уступил, а выиграл топ-1 группы, между прочим. Надо Натурала 2-0 было убивать, конечно, и так все нормально у него было. Посмотрим, что Стрэндж сегодня. Ну, Стрэнджа группа, конечно, посерьезнее, чем Блайя, мне такое. Не такое ощущение, а так и есть. Лейзер сейчас очень круто играет, и... А корейцы, понятное дело, тираны. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Лучше их не брать, как бы сейчас, на данный момент. Продолжение следует... Почему? Потому что Иоанн стоял до этого на 16.00 по Москве, то есть на 15.00 по Центральноевропейскому, да, по сету. Но перенесли на час Иоаннта за квалификации на КСКВА КАП, поэтому Иоанн придет чуть позже и вступит в бой. Пока отыграют пол с лайвом друг с другом, лайв со стрэнджем и пол со стрэнджем, а потом все там с лейзером будут биться, а не втроем. Как-то так. Я думаю, что это сейчас где-то будет идти как минимум. И лейзер как раз успеет прийти сюда. Ну, про расклад я уже говорил. Давайте еще раз вам покажу. На Киббете вставочки все есть, при этом все вы можете пилить. Короче, у нас тут такой расклад. У нас группа B, у нас Лейзер, Пулт, Лайв и Стрэндж здесь играют. Каждый с каждым система, соответственно, поэтому будет круто, будет интересно, будем смотреть. Вот, выйдут. Ну, фавориты, естественно, Пулт с Лайвом здесь в этой группе. Лейзер со стрэнджем, фавориты очень тоже серьезные. Мне кажется, нужно на это внимание обратить, почему-то что-то ЛСтрэндж может... Хотя, говорят, у него с зергами плохо. Вот сейчас посмотрим. Я не знаю, если честно, не могу гарантировать вам, что и как будет. Но мне кажется, Стрэндж Лейзера... Я просто видел, что Стрэндж раньше каталл Лейзера. Не знаю, как сейчас. Ну, а Лейзер, мне кажется, может того же Лайва, например, на американском сервере. Забредили Пулт, и как бы ничем Пулт не сильнее в последнее время был. Хотя сейчас скоро Близкон, и все тренятся упорно к нему. Так что, может быть, и на самом деле не сильны уже кореец. Посмотрим. Продолжение следует... Стиралка, будешь говорить, очень хорошая, я не буду утверждать, я вообще не эксперт, но чел, который, ну, попался в магазин, нормальный чел, который, ну, ему пофиг было, он просто видно, что шарит, как бы, в этом, ну, информацию обработав своей башкой, я так подумал, что в натуре так, наверное, возможно, и есть, он сказал, что Samsung и, например, и Ariston, как бы, они машинные, ну, то есть, у них линия, как бы, не ручной сборки в России, как бы, сейчас все в России собирается, причем у Ariston 20 лет уже здесь она собирается, как бы, вот, и это плюс, потому что, как бы, ручная сборка в России, это значит, что косячно все, как бы, вот, поэтому, как бы, ну, вот он Ariston рекомендовал, как бы, мы взяли, в принципе, ну, возможно, сколько он проживет, ну, сказал, что в среднем дольше они, как бы, живут, да, чем другие, плюс по ценам они, ну, как бы, по всяким там этим функциям, как бы, дешевле всех, хотя, примерно одно и то же, как бы, да, с теми же Samsung'ами, остальные, как бы, ну, ручной, может, кому-то, ну, там, видимо, как повезет, какой-то, может, проработает какой-то, нет, вот, холодильник индезит просто, как бы, в апреле, он, ну, нам, да, пару, его только это привезли в апреле, вот, он с апреля до сюда, вот, там, утечка этого газа, как бы, он просто не морозит, ни хрена, вот. Ну, еще есть такой момент, у кого что-то старое, как бы, например, вот здесь, на этой квартире у мамы, стиралка LG просто, ей уже лет, я не знаю, ну, десятка, мне кажется, как бы, ей вообще насрать на все, но она явно не в России собрана, ну, не то, что насрать, но она, как бы, работает до сих пор, без каких-то, там, вообще, чего-то, там, никакой, вот, это, там, тетя Маша, дядя Паша, ему, там, вот, эти, калгалимый, калгон, там, моча, вот, это, вот, ничего не нужно, вот, ладно, давайте, сейчас далеко это все зайдет, короче, ждем начала. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Так, сейчас тут в России делать не может быть очень хорошим, а Божь собирается именно тут, когда твоему автомобиль нацвету может будет сдать лом, вне зависимости от контроля. Хорошие аргументы такие, я смотрю, как бы, ну, просто это называется, ну, это типа, как этот, как в охлосраче или в военном, типа, есть НАТО-дрочеры, а есть эти, наши дрочеры, короче, вот, которым повину, у них аргумент, что одно говно, а у других другое говно, так же и у тебя. Ну что, поехали. Стрэндж против Илайф, погодите, а что, Стрэндж на Америке, ГМЛ, что ли? Ну, Стрэндж дает, погнали. Да, сейчас Илайф против Стрэнджа изменили порядок, ребят, сейчас экстренно кип-бэтики отпишу, что... Стрэндж готов! Стрэндж готов! Так, ну что, ребятки, Стрэндж против Илайфа, какая-то тут лабуда с символами тут в этом интерфейсе теперь, я не знаю, надо, наверное, новую версию, последний патч вышел, видимо, вот. Точно, патцириоты, нато дрочеры и патцириоты. Так, а что, Лайфа, смотрю, Лайфа кот какой-то тут сидит и смотрит на всех, как на говно, по-моему, да, такое? Ну, скил Лайфа позволяет, в принципе, да? В общем, смотрим мы игру. Три... Так, ЦЦшка первая, во-первых, здесь была 17-я ЦЦшка от Тирана, уже точка сбора на вторую ставится. Три барака после этого сейчас, первая орбитал еще пошла, вторая еще пока строится. Да, на стриме, на стриме какой-то плюшек еженедельных на Америке в ГМЛ надо выйти. Ну, если надо, так надо, как бы, что тут делать? Если на всех серверах будет, выйди, выйди, что больше еще плюшек будет. Так, ну что, я не в курсе всех этих моментов. У Стрэнджа Гейт робоки, этот Твайлайт, есть один адепт, здесь у нас три барака. Понял ли Стрэндж, что здесь вообще ЦЦшка? Да, должен, он обязан, он был понять. КСМ их уже много добывает, реально экономика жестко заходить не стала. Если так отменять в последнюю секунду, кажется, да, что сейчас просто это... Уже телепортнется, ведь здесь Америка, небольшая задержка присутствует. Ну и у Стрэнджа интересный здесь расклад, обратите внимание. Привет, Габи Гал. Всем, короче, да, привет, ребята. Призма вперед полетела у Стрэнджа, и, между прочим, очень-очень и очень скоро будет уже готов Даркшрайн. А здесь, опа... А здесь из-за того, что ЦЦ фиос был, ЦЦшка первая, соответственно, билд, получается сверхпоздняя фактекс. Медивак никаких нету, и это может зарешать. Хотя, конечно, и Лайв ставят на лоу-граунде ту реточку там. А, и сканы экономят. Не, молодец, и Лайв, конечно, ничего не скажешь. Вот, здесь... Так, снизу точно ничего не получится, зато на мэй не может получиться. Параз небольшой, как бы. Ну и Лайв готов, и Лайв готов, судя по всему. Да, пошлику убить не надо, конечно. Здесь Дарк пришел, чуть не отдался, но чуть не считается. Так, одного Дарка Стрэндж лил, и Лайв попытался сбить призму. Призму сбить не получилось. Вот, ну, а Дарки, собственно, вообще не вкатили. Абсолютно они ничего не сделали. Оборона, я бы сказал, тут просто замечательная. Дарку было две пушки, придется отдать и Лайву. Кстати, он не видит, что, походу, призма далеко. Зачем Стрэндж так далеко призму-то его понять, я чуть не могу. Ну, хоть несколько мариков срезал, и то неплохо. Здесь надо сваливать, естественно. Один Дарк все еще на мэне. Здесь есть уже туречка, поэтому влезать сюда ближе не стоит. Третий Стрэндж у Лайва. Дарка лучше забрать, здесь ему делать нечего уже. Зачем там он вообще сидит, не понимаю. Просто вниз спустить, слить архонщика из него. Приходит Марик на третью базу. Нужно бы как-то прикрыть здесь, кроме Лиота, кроме Саватни, ничего нету. И Марик начинает бордеть, он начинает ломать. Просто пробки две поломал. Ну, блин, вот нельзя с корейцами так, как, ну, вот, играть. Надеяться на то, что Марик это всего один юнит, и от него ничего не будет. Но он пришел, две пробки убил сейчас. Надо как бы сразу одного хотя бы юнита здесь держать. Или там варпану что-то надо было, я не знаю. В итоге Дарка, точнее, не Дарка, Марик подрезал несколько юнитов. Вот и весь расклад. Так, здесь на одном пилоне Даршайн Вагита могут отключить. Желательно бы продублировать. Здесь, хотя, тоже на одном пилоне сейчас четыре устроится. И Фаржа тоже на нем уже висит. Хотя нет, три вот этот на этом пилоне, где тоже висит. Идет атака от Алаева сейчас. Пытается он развалить имморталов. Ну, развалил, нет, он не пытался имморталов развалить. Он сначала стрельнул по одному имморталу, а потом начал сталкер. Уже кухрит называется. Как ставить кривые пилоны. Надо такими моментами-то уже, ну, привыкать. То есть, как бы, ставить либо вплотную книгу, или в другом месте. Вот он мешает добывать нормально вот этот минерал. Все там тут я чуть-чуть по разным направлениям гоняют. У Стрэнджа первый колосс готов. Делается рейндж колоссом. Элайв тут на центре стоит. Дарк приходит, начинает резать. Дарка просто за залп убивает. Как пух, застрелили вообще. За секунду. Как в шутере в каком-то прямо. Со всех сторон. Сканет и лайв видит то, что у Стрэнджа здесь происходит. Здесь Стрэндж Дарком спалил, что наверх что-то медивак много полетело. Варп идет, парабам. Вроде в плюсе, вроде как в среднем Стрэндж, да, там нормально все чувствуют. Преимущество нет точно никакого. Какое преимущество? 80-55 по боевому лимиту, по грейдам. 1-1 у Тиранова просто плюс 1. И первая армор у Стрэнджа делается. Вторая фажа пока речи не идет, а там уже армор. То есть сейчас с двух инженеров грейды полетят. Хотя есть ли вторая инженерка у Тиранова вообще? Да, где она находится? Вторая. А вот они, две рядом и есть. Не заметил я что-то. Прилетает Либератор. Как минимум 2 сталкера минус. И Стрэнджа еще. Ну Стрэнджа, вот это тот приоритет Либератора, о котором я постоянно отвяжу. Нахрена он сделан? Непонятно. Зашла Стрэнджа, сталкеры стреляют по нему. Он автоматически переключается на Стрэнджа. Зачем это надо, чтобы такое было? Не знаю. Вот такого юнита и так, который так стебает просто жестко. Колосс один, кстати. А зачем было ему рейндж тогда делать? Ты одного всего колосса добавил. Странно, стрэнджи действуют сейчас. Так, Лайва что? Лайва викинги по мчку начинают строиться. Ну там есть как бы... Билл, соответственно. Есть, раньше мародеров упустнул, отошел. Либераторов, кстати, вообще нет. Сейчас просто викинги тупо по четыре штуки с двух Старпортов. То есть Стрэнджу особо колоссами нет смысла увлекаться. Бустится, в принципе, правильное. Да, здание форжа роба, как бы, ну, третьего. Некоторые бустятся. Вот надо вторую форжу, чтобы еще там грейды бустились, например. Пофиг, что там немножечко по лимиту Стрэндж отстает. Главное, чтобы по грейдам он не отстал к моменту, когда Тиран вперед пойдет жестко, например. А Тиран может под тайминг 2-2 подстроиться сейчас. Хотя у него почти 200, и скорее-то всего лайф пойдет до 2-2. Грейдов как бы вперед. Главное, Стрэнджу вот ситуацию просто не развалится, ему тупенько. Криво, кривая атака, несколько юнитов Стрэндж просто подрезал оппоненту своему. Идет варк, здесь какие-то 4 маленькие странно гуляют. Вообще, пассивная какая-то игра. От Стрэнджа понятно, Стрэнджу нужно копиться. У него и стиль такой с колоссами, вот этот надо определенный такой лимит оперативный иметь, чтобы он хоть что-то из себя представлял. Ну, а Лайва, ну, странно, то есть он грейды, наверное, ждет. По идее, ему, вот ему надо бы агрессивнейшить, да? Стрэндж видит то, что Лайв здесь двигается по центру. Принимает, кажется, бой Стрэндж, пытается фокусить викингов. Нет, он даже не особо-то пытался и фокусить. Причем просто принял бой, колоссы упали, всего 2 штуки было. И по земле остальное все тоже, судя по всему, падает. Короче, Стрэндж еще без доварпа, без части армии. Вот 4 сталкера здесь, не понять, что ходят. В таких-то ситуациях надо все брать, как бы пусть там стационарно уже отбивается. Так. Эна Скориаль, ты поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Рёва, где мой романтический квест? Рёва. Спасибо, Эна Скориаль, тебе. Тебе. Как обычно. Так, пару медиваков в Стрэндж от фокуса неплохо. Так, сейчас в центр вышел. Но сталкеры, голые сталкеры против мародеров. Это очень плохой момент. Вышел неплохо, но это момент провальный. Надо было как-то, я не знаю, миксануть юнитов, что ли, или выйти чуть позже. Потому что, ну, нельзя без филдулов, без танковки какой-то там сделки, адепты перед спокерами вот так вот драться. Так, ну, что здесь, да, варпы какие-то идут у нас? Ну, Стрэндж, как-то, я не знаю, действует, по-моему, ну, сверх агрессивно. Вот, у тебя 120 лимита, и ты кого-то ломишься постоянно. Куда Стрэндж по ревоту, я даже не знаю. Так, ну, здесь, конечно же, минус Стрэндж, слишком много здесь лайва. Ну, и пора ГГНчик писать, естественно, 67-151 по лимиту. Что и делает Стрэндж? Ну, вот как-то, я не знаю, было в какой-то момент все было нормально. Потом Стрэндж слился, и все стало в лоб. То есть надо как-то, я не знаю, как будто бы Стрэндж просто строит юнитов, не понимая, как ему победить. У меня такое ощущение складывается. То есть нужно как-то, я не знаю, проанализировать всю игру и понять, понять, когда атаковать вообще. И играть ли этот билд в принципе, как его. Потому что если не знаешь, как реализовать, то, ну, может быть, вообще не играть так вот именно. А, понял, у тебя НСК Реалити. Так, тоже чуть-чуть надо менять, походная. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень приятно DimaTorzok 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 сейчас тремя сталкерами ответ очевиден абсолютно ничего абсолютно ничего нельзя сделать тремя сталкерами и четырьмя в том числе ну и что теперь нексус отдавать что ли бомбить пилон элайф спокойно можно отменить вот этот пилон было не хотя бы 75 минеральчиков вернуть и 22 марика потерял элайф продемиджал на халяву этого циклона еще одного марика да вот сейчас когда нужен был блин 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 к нужен был пораньше стрэндж играет в робу не знаю в чем прикол этого момента почему именно так сыграл ну да сейчас будет призма ну что он может сделать исчез ты призма может сталкеров на вниз перевести блин ну там цешки есть там все есть у оппонента его кайта стрэндж вниз пытается подрезать либератора да подрезал а дальше то что танк сталкеров настебал там нету пятидесяти энергии пока и не пахнет пятидесяти энергии сталкерами то есть пытается тянуть время ну можно дальше 50 энергии удастся накопить уверчаж выставить сюда на пилон на этот не сталкер получили дамага нужно отступить так чуть не потерял кстати циклона сейчас оппонент стрэнджа нужно разложить в общем-то призму да ну вот зелуха 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 не а дефт газ иди так здесь блин то нужно стрэндж ждать блин ты ловить ничего абсолютно здесь сколько бункеров я даже не знаю что тут блин вообще сделать так давай еще одесска сталкера надо засадить все сейчас но в итоге стрэндж ничего не засадил либератор всем засадил просто по самое не балуй короче говоря и все здесь ничего не получилось это 20 ребята здесь уже абсолютно ничего не сделать бункеров миллиард маленькие сидят ну да будет блин у хотя не за улынись блин то можно еще за улынись блин то можно еще но без призма ты не за улынишь особо так пробочки есть на про можно телепаркнуть хоть пробок я за нами пусть куда бы чуть-чуть повыше с одной базы станет я не знаю она там реально чуточку силится ну газ можно было бы сдать сейчас раньше направился 33 16 но с перебором пробок на три сотки добыча поскочила примерно сейчас это нормально абсолютно так здесь один то нет здесь два танка и один либератор танк номер один укусить либератора нужно сразу блинкаться на фиге и я не понимаю что стрэндж какой бункер то стрэндж что ты ёп моё делаешь а здесь возвращение просто идет с элаева домой вот ну а что это возвращение даст если стрэндж бы подловил бы сейчас может быть чего-то он бы смог сделать это но тут и не подловить то особо как-то заходит стрэндж одним сталкером целенаправленно вперед остальных почему чтобы сплэш минимизировать так отменяется там этот щиты заказа блинк заново стрэндж сталкеров не контроль призму не контролит да ну короче что-то у стрэндж жену слабоват контроль сегодня я смотрю просто просто слабоват так что пища нгг выходит 2 0 лайф 0 лайф 0 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 какой-то врыв сейчас будет на мейнг полту соответственно то есть это плюс один это скорость атаки адептов и это 6 гейтов призма должна сейчас быть заказана стрэнджер заказана вот призма гейты открываются первые надо варпануть несколько адептов если полт не... а ну кстати у полта билд с био короче говоря с масс био с одной стороны для стрэнджер это хорошо потому что никаких минок, либераторов здесь не будет но с другой био может быть очень много но а еще и со щитами если бы щитов допустим не было адепт плюс один бы вообще маленько бы со скоростью атаки мясо бы разрывали бы но вот со щитами уже немножечко другой расклад так тут ездит третий никус он контролирует судя по всему призма полетела вперед раскладывается 4 адепта стрэнджер подварку и соплай блок у него где апеллона это вообще? что вот это за один? то сейчас на два еще минимум заказывают чтобы соплай блок у него да пошло еще два апеллона сканит пул видит только не ксу второй и что далее а призму спалил сейчас на халяву е-мое очень много здесь короче юнитов что стрэндж прям в лоб еще собрался пробивать не надо в лоб никого здесь пробивать да варп адепт пошел 7 нет 7 короче гейтов 7 адепт за раз варкса будет ли стрэндж врываться именно в био или будет он куда тут так стимпак готов вот вообще никуда не идет с места бывает здесь маленьких мародеров очень много получается хотя 7 ксм их стрэндж уже уничтожил например но здесь пулт на оклике даже не контроля ничего просто отбивается и все так адепты врываются врываются прямо в минеральную линию стрэндж с разных направлений спулт застимпачился нужно вниз уходить сейчас стрэнджа конечно так что стрэндж пытается сделать только не отдавать больше адептам это очень важное условие здесь еще два живых есть непонятно что это где-то подрезал там ксм кладу но множество адептов заходит там на вторую базу призма рядом присутствует адепты что там на хг пытаются зайти что ли нет адепт не заходит на хг адепты в лоб бомбят стрэнджовские сейчас и ксм он шатается неплохо здесь стрэндж работает я вам скажу о перестимпачился опять надо подводить все вперед сейчас часть с этой потелепортнулась часть сзади просто на мумию подходит моряки падают мародеры падают неужели стрэндж в лоб здесь все убил да убил все в лоб ггнчик хороший стрэндж молодец стрэндж 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 точно этого говнаря надо наказывать зато в цс где на халяву он прошел хотя нужно признать я уже глюк там пул не особо виноват потому что сдаваться но это глупо было бы там да как бы раз система предполагает такие проигрыш то есть это просчет организаторов там они должны были были бы это решать и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну в принципе, если Стрэндж наказывает пул, то, особенно 2-0, то ему достаточно выиграть просто и лейзеры и все. Хотя он проиграл Лайву тоже 0-2, как бы если он выиграет 2-0, то у него 2-2 только будет. Но если выиграть там 4-3, может быть, по картам будет, зависит от других игроков тогда многое, да? Продолжение следует... Так, Чарль, что ты тут ходишь, как лунтик? Что ты подтягиваешься? Мы с тобой гуляли, не нам. Улучшение завершено. Вот так вот... Смерть на пороге... Ну что, бустится Мазеркорп. Пробочка готова, Твайлайт ставит сейчас пробочка. Адепт иллюзию тут назад пускает, ну... Не знаю, что тут Стрэндж сделал с этой иллюзией, непонятно. Ну Рипера встречает Стрэндж. Встречает очень даже хорошо. Вот сейчас была бы иллюзия, сразу бы ее запустить за ним, и нанеся два удара, можно было бы где-нибудь здесь его иллюзией нагнать и третьим прикончить, например, адепт этого. В этот раз у Стрэнджа все абсолютно стандартно. Твайлайт и робот заказано у него. Проверяет пол всякие прокси, Стрэндж пробочку прячет, чтобы не спалить его. Пойдет ли Марик дальше проверять все? Нет, дальше Марик не пошел проверять все. Дальше Рипер проверяет все верхнее направление, потому что, видимо, Стрэндж пробку оставил просто. И Пол понял, что, ну, тут что-то неладное. Здесь бы стояло, не нашел бы Пол. Здесь, где сейчас стоит Стрэндж, найдена будет пробка, к сожалению. Минус пробка. Дарк Шайну Стрэндж по-шому. В принципе, это робот Дарк Дроп, как и в предыдущей игре, собственно. Точнее, как с Лайвом в одной из игр. Поэтому, в принципе, в принципе, пофиг на эту пробку. Но, вот если бы здесь стоял пилон, это просто бы сказка была. Здесь можно на этой карте, можно прям с третьей, на вторую базу ларпить оппоненту юнитов. Это очень халява. С Фризмой надо лететь как можно быстрее. Что Стрэнджи собирается делать? Как можно быстрее, да, здесь и лететь. Пол, видишь, третьего никсуса нет. Будет ли сканить? Но летишь-то что-то встал-то, Стрэнджи. Что-то встал, не знаю. Всё, Дарк Шайн готов. Нужно залетать здесь, варпать дарков и врываться просто уже. Сколько гейтов у Стрэнджи? Гейта три есть. С тремя дарками можно дел наделать. Немало, на самом деле. Так, доварпливаются дарки. Скан у пола только один. Туреток вообще нет пока, инженерка только-только строится. Надо сплетить дарков и всё будет ок. Так, попилил для кошечки Стрэндж. Так, это стим доделся. Да, доделся стимпак и... Что-то я не понял, что делает Стрэндж. Это провал полный вообще. Да. Контроль на уровне вообще непонятно чего сейчас был. То есть Стрэндж решил, сначала попытался подрезать стим здесь, потом пытался здесь что-то сделать. Как бы в итоге зашёл на Марик и чуть призму слил. То есть, ну, это провал. Я думаю, что нужно было Стрэнджу здесь дропнуть трёх ударков, расплетить их в разных три направления максимально, как бы. И просто вот сюда первый скан пошёл, например, и здесь попытаться что-то там сплетануться. Либо просто улететь, не отдаваться, возможно, даже. Потому что отдача эта была сейчас с провалом. Так, Юлия Игоревна с 10 рублей на Сбер прислать. Привет из Абакана. Спасибо, Юлия Игоревна, или, я не знаю, может чья-то мама опять же. Привет, Абакан. Ну что, пул вперёд двигается. Надо добавить сейчас какую-то поддержку. Разработка завершена. Так, скан минус дарк очередной. Здесь за счёт филдов Стрэндж хочет отколупаться, естественно. Ну, минус один маленький здесь. Я думаю, здесь уже просто нечем. Хотя, смотрите, с другой стороны... Ну нет, здесь боевой слишком гигантский у этого пулта. Три оверчажа ставят Стрэндж, и даже бьётся некоторое время, пока до варпы идут. Филд один тут кривоватый. Есть ещё один оверчаж будет. Сейчас первый колосс будет готов. И, кстати, с оверчажем с одним ещё можно, в принципе, попытаться отбиться. Так, нужно оверчаж выставлять, что Стрэндж и делает сейчас. Колосс выходит. Если Стрэндж живёт, посмотрите на экономику. У него всё хорошо здесь будет просто. Так, дарка надо вперёд запустить. Всё что-то в куче бегает. Не понять вообще, как тут это стрёмно происходит. Так, дарк приходит. Скан минус дарк. Всё, больше нет у этих оверчажей. Гейтов три штучки. Больше гейтов нет и не добавляется пока. Здесь Стрэндж пытается на блинке что-то тут контролить. На минку нельзя попадать. Ни в коем случае две фотонки ставят Стрэндж. Отмены просто не следует сразу. Вот просто 300 минералов никуда. У Стрэнджа есть запас. У него три фотонки есть на третьей базе сейчас. То есть мы понимаем, что мы просто отбиваться. Так, минка делает залп. Минус две пробочки. Идут залёты по всем направлениям. И минку вроде как Стрэндж отбивает. По всем направлениям пытается отбить. Здесь три фотонки на третьем Ницусе. Ничто их вообще не прикрывает. Только два-три адепта доваркались сейчас. И только сейчас Стрэндж может отбиться. Здесь опять на мейнспиридор. Здесь пять сталкеров. И в принципе есть чем отбиться соответственно. Стрэндж по фокусу мародёров. Это правильное решение. Сразу мародёров укуснуть было. Колоссы тупят. Всё тупят. Что-то всё бегает. Всё что-то как-то криво. Но сейчас один-один. Правда у Стрэнджа будет готов играть. И если он два-два закажет. В принципе, в принципе. У него вообще ситуация. Далее будет складываться очень даже и неплохо. Так. На втором Некусе добычи есть. На третьей. Поехали соответственно. Ну надо сплетануть. Тут две пробки. Здесь было как минимум оставить. Здесь двадцать. Здесь двенадцать. Здесь семь. Но здесь больше и не надо. Почему? Четыре минеральных. Добылось. Добылось. Осталось четыре восемь пробок. В принципе хватит. Ну можно по три там пробки. Там на минеральные. Ну. И так. Более-менее. Так. Идёт пул вперёд. Колоссом рейндж есть. Колоссом рейнджа нет. Ну что это блин такое? Где грейд-то? Ну не заказан у Стрэнджа. Колоссы без рейнджа. Ну это провал. Да здесь фотонки есть. Ну десять либераторов. Четыре штуки уже. И колоссы. Ну без рейнджа. То есть как бы да. Они вроде атакуют. Но они позиционно драться вообще не могут без рейнджа. То есть это нужно в бой вступать. Должен врываться в армию пулта. А Стрэндж пассивно встаёт и ждёт. Заметил Стрэндж, что нет рейнджа колоссом. Только что. Буквально секунду назад. Пулт смещается наверх к третьему Нексусу. Стрэнджу в тыл надо заходить к пулту. Сейчас был бы рейндж, но отсюда с этого направления можно было спокойно биться. Это 1-1, ребятки. Пишем ГГ. Выходим это называется. Почему? Шталкеров нету. Отбиться нечего. Он будет громить. Стрэнджи здесь всё уничтожает. Но надо просто тупо победить. Если побежишь, то с победой над лейзером шансы выйти сохраняются. Что-то я и думал, что-то неладное. Не видно было рейнджаффов в продакшне из-за этого. И действительно его и не было, собственно говоря. И вспадает, добиваетесь у нас. Фук. Продолжение следует... 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 Сколько у полков Либераторов? 6 штук. Грейд на Орэндж отсутствует. Это очень хорошо для Стрэнджа. Если он выйдет до вот сейчас, прямо до этого грейда, это самое лучшее, что может быть вообще здесь. Вижу, Даркшайн пошел, будет со стороны Стрэнджа сделанное. Как же на аминке Стрэндж блинкается опасно, а? Вот затерпел здесь Стрэндж, идет вперед, да, варп еще идет. Сталкер пойдет, варп идет, Либераторы приходят, их 6 штук просто. Все, и сюда уже не прийти просто, просто не прийти. Может быть как-то с бачку сюда попытаться пройти, ну здесь даже в бачок 3-4 Либератора просто прикрывают и... Чего там сейчас Стрэнджа не отдалась? Так, вторую атаку Стрэндж делает сейчас. Вот это какая-то массовая просто отдача адеттов сейчас со стороны Стрэнджа идет. Попытался ворваться в Либераторов, ничего не вышло. 20 рабочих тем не менее Стрэндж забирает, ему надо бы сейчас назад как-то уйти. Так, подвел сюда Сталкеров на хайграунд, Пулт складывается, вперед собрался, что летел. Здесь Стрэндж сейчас так будет стоять, Пулт на оклике, его убьет просто и все. Пошел замес, Пулт Либераторов раскладывает, поздновато раскладывает, нужно фокусить, их Стрэндж боится, уходит, как почти все провально складывает. Ну 120 на 104, тем не менее по лимиту Стрэндж терпит. Здесь это провал, это БГ. Ребята, ну нужно контролить свою армию, нужно видеть, что оппонент делает. Вовремя отступать. С СБС Стрэндж назад уступил, еще в Сталкеров доваркал и Пулт также с Либераторами протупил. Это все было бы ГГшечко разгром для Пулта. Но Стрэндж никуда не отступил просто и в итоге все замечательно. Стрэндж контра-атаковать, парабам, да, у него хорошо, и все, ну по боевому лимиту катастрофа, конечно. Сейчас 2 плюс грелки будут, Стрэндж я уже хотел, я так понимаю, темписта строить. Ну просто не успел он тупо их построить. Здесь КСМХ слил, здесь еще АДЭП бомбит. Куда он вне... А вот, наконец Стрэндж замечает, что надо не в СС-шку бомбить. Ну кстати, по лимиту сейчас ровно более-менее, но Стрэнджу нечем в лоб отбиваться, в случае проблема. АДЭП, правда, здесь просто изничтожают. Сейчас минка только его остановила. Так, 3 грелки есть у Стрэнджа, они неплохо здесь пол-то отгоняют эти грелочки. 4 даже, вру, 4 грелки. Еще бы им плюс 1 сделать на воздух. Еще 2 грелки Стрэнджа, куда столько грелок? Ну построил ты 4, отбился, ну бесполезно сейчас. Вот, Мариков от них подстроить. Конечно, он же не дебил, ема. Он сейчас Мариков подмасят и все. И грелки бесполезны. С ГГНчиком, конечно, я поспешил для Стрэнджа, но у меня припекло вот от этого просто боя, который здесь происходил. Стрэндж просто завтыкал и в итоге он не смог отступить. Вот все, что там случилось. Барабан у Стрэнджа очень даже неплохо пока. Пытается не эксус поставить очередной. Но по боевому лимиту просто катастрофа. 123 на 13. Стрэндж куда-то все уйдет, а деппи сливается. 2-2 у Стрэнджа. Наконец-то начал колодцев восстанавливать. Просто ну вот это что это? Вот этот один колодц может сделать. То есть грелки они помогут, если Стрэндж будет по земле хотя бы нормально драться. То есть грелками можно будет алибераторов убить. Но чтобы еще либераторов нормально убить, можно было бы за 100-100 бы и грейд бы заказать Стрэнджу. Какой-то гигантский дроп идет. Ну как гигантский? 4 медиварка. Здесь дроп идет. Куда колодц летит? Я пока даже хз. Дистанс майнинг у Стрэндж идет. Сейчас плюс два колодца будет. Вижу третью атаку Стрэндж заказ. 2-2 на 1-1 грейдил. Единственное, что для Стрэндж это просто замечательно. Других каких-то прям крутых мальчик. Вот куда? Что Стрэндж? Так, где же Маликов миллиард? Стрэндж какой-то лезет, наглеет. Вот куда он лезет сейчас? Телепорта нет. Ничего нету. Ой-ой-ой. Стрэндж, Стрэндж. Куда ты залез сейчас? Коулт еще боится бой-то принять. Стрэндж почти фокуснул. Если бы фокуснулся, Стрэндж, конечно, было бы хорошо. Здесь спора нет. Ну вот сейчас Коулт просто в тыл хочет Стрэндж. Так понимаю, ворваться. О, Стрэндж на муви идет. Не надо даже в тыл ворваться. Стрэндж идет на муви, сливает просто все. Да, Либератор разложен. Да, и Грелки, наверное, сейчас зашатают. Да, Стрэндж подвлекивает. Но Коулт двух сторон пришел и начинает просто ушатывать Стрэнджа. Ну, кстати, пока еще... Пока еще здесь... Можно сражаться. Лимит-то у Стрэнджа более миг. Экономика у Стрэнджа хорошая. То есть просто массив адептов и пытаемся отбиться. Все. Стрэнджа хорошая. Стрэнджа хорошая. Стрэнджа хорошая. так, ребят пытается пол прессовать Стрэндж держится, Стрэндж терпит, не восстанавливает 30 рабочих слить на 20 адептов выгоднее, ну окей, хорошо прочитай книжку там, Алекса 0.7, может, какую-нибудь математика еще какая-нибудь если ты в Старкрафте понимаешь, что просто 100 это больше, чем 50 по цифрам это значит, ты ничего в Старкрафте просто не понимаешь нужно в каждой конкретной ситуации смотреть это не тупая экономика Минфина Российской Федерации тут совершенно другой расклад сливать адептов в той ситуации, когда они сюда ворвались просто нафиг не надо было можно было обмануть пол то есть ситуация какая так адептов закидывать можно только, если у тебя есть шанс для развода то есть ты сюда развел, часть армии в лоб наломился либо развел таким образом отменил часть, сюда парой телепортнулся и пофокусил там двумя, там, 8 рабочими только так а сливать тех адептов, когда уже ты атаку готовишь, что просто, ну, это просто забейте называется так, Либераторов все три, кстати, осталось это единственное, что, мне кажется, для Стрэнджа может вывести потому что у Полта как бы тут по воздуху не так много приходит Полт, принимает Стрэндж Стрэндж еще готов отдать эту игру просто ну, зачем выигрывать, конечно же, можно колоссами на Аклипе пойти вперед вот, смотрите на боевой лимит, у кого Стрэндж ломится-то Стрэндж ломится-то Так, ну что, идёт врывчик сейчас, 70-53, Стрэндж переворачивает чуть-чуть, как бы пытается подрезать, здесь медиваку побольше. У Пол-то вот сейчас, у Пол-то нет добычи, у Пол-то просто как у Стрэнджа, почему? Потому что три мула добываются, вот ещё одна причина, почему не надо пул-армии разменивать на рабочих с тираном. Чего это чудо-игра просто идёт сейчас, так, Стрэнджу нужен колосс обязательно, хотя бы один, чему нужен ранжовый юнит, так, видит Стрэндж-Пол-то, вот сейчас даже у Пол-то больше, наверное, чем у Стрэнджа, да, просто больше добычи. По грейдам, вот что сейчас для Стрэнджа вывозит это и почему он вот этот замес выиграл? Потому что грейды 3-2 на 1-1. Если б не эти грейды, конечно же, всё плохо будет. Так, адепт телепортирует, в Пол-то пытается кэшедраться, ну здесь сталкеры с адептами, сделки где-то сзади там, непонятно, вообще чего они делают. И вот этой победой Стрэндж всё-таки себе шанс даёт на выход из группы ещё. Молодец Стрэндж, несмотря на все ошибки, победил он очень хорошего игрока и даёт нам надежду, даёт себе надежду. и смотреть будет гораздо дальше интересней. За это Стрэндж большое спасибо, что не сдался и победил. Стрэндж. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Так, да, давайте без оскорблений дам фесики. Так, прилетел пулт. Залп минус. Хорошо, кстати, викинга сейчас минка сняла. Ну и Вайф через газ выбивает минку. Молодец. Флэшем не давай ей ничего больше сделать. Если Тигелик стоял, ну два Марика будут. Два Марика бы его приняли в любом случае. Не покидайте стрим. Мы еще увидим много достаточно игр. Каких мы игр увидим? Ну понятно. Плюс там Стрэндж после вот этих вот отдачи адептов Стрэндж там стоял, тупил и как бы пулт его просто принял всю армию вообще в хлам. Как бы, да? Этого тоже могло не случиться. Всегда много, ну, как бы, таких моментов. Бывают игры, где там одна буквально ошибка приводит, да, как бы к поражению. А обоюдных ошибок много идет с разных сторон. Тогда там, ну, вообще, как бы, сложно решающую найти. Хотя, в принципе, с ледемку пересмотреть там, как бы, все, все моменты там от двух игроков, с добычей, со всеми делами. Бывает, пускай из стрима игру смотришь, не всегда все видеть. Может летает пол, просто баншу сливает на циклоне вообще. Причем банши с инвизом, что самое интересное. Еще одна вперед полетела. Так, банши минус. Загружается медиватчик, полетел куда-то он. Малик минус. Клуб на ксиллайне принял сейчас Элайва. У Элайва, кстати, а, нет, он все-таки играет в Ю, но интересно, как вы поняли. Гиллионы здесь, есть один циклон. Полт двигается вперед. Он уже на стиме. Правда, без щитов. Ну и щиты заказаны. А еще у Элайва две инженерки. Уплук через одну почему-то начал. Непонятно почему. Не стал полт атаковать. В общем, постоял немножечко на сцене, где отступает назад. В принципе, более-менее равная такая ситуация. Но, опять же, с грейдами у полт сейчас может вообще быть очень плохо все. Почему? Потому что он сделал плюс один атаку и делает только армор. не добавляет второй... А, нет, вот вторая инженерка пошла с армором. Но в любом случае отставание будет. То есть, да, здесь тем более только 2.1 будет делаться, к арморе, да, делается. Здесь уже 2.2 буквально через несколько секунд пойдет. Я думаю, что Элайв сильно не завтыкает. Да, Гавра, Стрэндж вытянул карту. Ну, а теперь Элайв с Култом. После этого начнутся битвы всех игроков против зергов. То есть, там зеркалок не будет. Там будет 2 ТВЗ Култ, Элайзер, Элайв Элайзер и Стрэндж Элайзер. Так, ну что, пока накопление идет армия с двух сторон. Ну, видите, у Култа разве что атака на технику будет раньше, чем у оппонента. Здесь же 2.2, вот буквально уже через 30, ну, через 40, ладно, секунд будет. Здесь еще более, там, по 2 минуты будут, да, грейды доделываться. Вот, ну, чуть меньше, полторы минуты. То есть, где-то минута будет 2.2 на 1.1 в пользу Элайва, в общем-то, по грейдам. Но, возможно, будет, собственно, и не произойдет за это время особо какого-то. А может и произойдет. Посмотрим. Значит, Элайв стоит, танки не в медиваке почему-то. То есть, можно... Можно так вот, когда танки держишь, можно момент профукать просто. То есть, когда они уже медивак сидят, их ты дропнул, как бы, а не КД-чика прошла, вот это вот после дропа, они атакуют. А так тебе, если, например, на лом пойдет, то тебе надо будет позицию поменять. И забрать будет, и дропнуть их потом. И вообще, можно позицию потерять за это время уже. Так, пробивает пол камнем очень-очень быстро. Прикрывает свой урыв танками. Биллрайт Сенсор Тауэр. Ну что ж, неплохая такая операция была. Так, погодишь, Коле Милка говорят, что из-за климатических войн мы страдаем. Я чуть не понял. Так, заходит Култ. Танки дропуются. Пытается ССС-шку забрать. Элайф идет в бой. А куда Элайф так полез? Смотрите, как нагло Элайф лезет. Конечно же, он здесь затерпел просто. ССС-шку Култ может и имеет право и обязан подрезать вообще. Так, опять Болт. Болт. Болт взбесился. Вот что-то взбесился, ребят. Вроде давно этого не происходило. Идут сканы и Лайф видит примерно где находится Пулт. Пулт скан где находится и Лайф видит прекрасно. Подрезает викинга. 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 Твоей школе. Я не знаю про конкретно что ты говоришь. Я думаю тут заявление в милицию писать. Такие учителя это подрыв безопасности страны просто. Но о какой вообще сейчас стране и безопасности идет речь? Ну ладно, тут я сейчас за политоту начну, ну не будем-ка, вообще, оставим эту тему. Предложи сделать доклад на тему рептилоидов. Кстати, это интересно про харф, про климатические установки. Ну что, ребята, ответная атака была сейчас от Элаева, снёс он пулту, здесь базу понапрягал здесь в центре. У пол-то вот у нас социальщика есть, здесь планетарка не добывалась, в итоге у пол-то на базу больше. Кто-нибудь, выберите меня отсюда! Так, здесь опять же, агрессивные дропы от Элаева, грейды 3-3 на 3-3 подвигаются. Две атаки на технику, при этом пол-третью делает, здесь маленький на 3-3 просто убивая А9 КСМ. Чё сейчас ССС-шик убьют? И танки, какие-то танки, к чёрту вообще! Приехали танки, они вообще ничего не успевают. Марики с 3-3 жёстко шатают. Пол тем временем обходит через верх, но Лайф-то готов здесь встретить. И он встречает просто, даже залп один по Марикам успел сделать. В сцене что-то маленькие бьются. Надо брать все танки, пол-то идти вперёд, потому что Лайф как-то одним группом просто Лобаза убил. Ну что, ребят, пулк минус нул 10СС-шику. Ну что, ребят, пулк минус нул 10СС-шику. В итоге вровень ситуация более-менее. Тут Лайф-центр занял и пол-то тоже. Пол-то на 30 больше боевого лимита. Географию на ЕГЭ сдаёшь? Мой он тебе совет, учи географию просто. Любой, каждый образованный человек, кто себя таким считает, он должен, обязан знать географию. Потому что не знать, где ты живёшь, это очень печально. Полт попадает в ловушку, я чуть не понял вообще, что он здесь забегался. Лайф пытается его прогнать, но медиварка в танках не было. Были бы танки, сейчас вообще бы зажал бы пол-то сейчас Лайф был. Но зажать не получилось. Полт уходит, так, пол-то опять вперёд идёт. Да, опять идёт вперёд, пытается по этому направлению шатать. Лайф заходит, да, марики на сплэш попадают в танки, очень слабо. Но их слишком много, и танки подставились. Минус танки, минус медиваки, минус всё. В центре тоже пол-то абсолютно ничего сделать не смог. У Лайфа очень жёсткая стационарная оборона. И вот цельщика с мэна перелетела вот сюда. И в итоге, посмотрите, на лимит. Больше, ну на десятку, право всего, Лайфа больше. Ну что-же, пол-то двигается вперёд. Почему-то он очень сильно хочет нас. Наламывается и наламывается. Но в итоге, короче говоря, отдаётся. Только танки его сейчас спасают. Но по лимиту он уже отстаёт. Медиваки все вообще в мясо теряют. Вообще всё теряет. Пул. Нац медивак уже за игру слив 20. Ё-моё, какие потери гигантские. Лайф только мариков больше потерял. Пул-то всех вообще, юнитов меховских, больше потеряно. Так, здесь несколько мариков забежали. Тут очень. Всего вроде 18 минут и в это идёт. Но много экшена, много ошибок. Ну и интересно, в принципе, получается. Здесь танк просто от мариков не прикрывает. Пул наконец-то это заметил. Ещё танк сейчас один ставит ближе. Так, туда-сюда что-то летает. Пул тоже раскладывается. Складывается. Лайва. Тут вычинка идёт в центре танков. Надо медиваки ещё вычинить вот этими КСМ-ками. И просто готовить какую-то уже агрессию, какие-то врывы. Вот здесь посмотрите мариков. Сколько их бежит? Восемь бежит. Это очень много стрит-ригрейдами. То есть разгром просто мувов, разгром КСМ-ов. Сейчас суточку можно закромить будет. Пул даже ГГ написал. Он просто видит, что в центре печаль, здесь печаль, везде печаль. Ждём ещё одну игру. Пул. 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 Так, чуть не провтыкал, захожу в игру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я окошко прикрою, что-то, блин... Свет какой-то яркий... Продолжение следует... Смерть на пороге... ПМчик какой интересный... У Лайва даже меньше, чем у Пулта, прям удивительно... Я думал больше, ну ладно... Это неважно вообще... Через одного рипера лайф... Риппел реактор на бараке... То есть сейчас марики будут и факта... А в факте я вообще не знаю, что будет строиться... Здесь же риперы-гелики... У Пулта и риперы-гелики на самом деле... Решают... Кого счетчик сделала, я не понял... О каком счетчике? Я-то за это говоришь... Так, кстати, надо мне за интернет заплатить... Я еще совсем забыл, что собирался это сделать, блин... Приезжает Пулта и Сымочку тут подрезал, смотрю... Молодец, что и говорить... Так... 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 Так, тут один вещь, но оказывается, чуть-чуть спастись от пули под водой достаточно нырнуть на сантиметр 40-50. Ну да, а когда лифт падает, короче, с девятого этажа, то просто перед тем моментом ты чувствуешь, когда перед первым он уже должен упасть. Ты просто прыгаешь в нем, как бы, и вообще все ништяк становится. Вот. Ну, а если по факту 40-50 сантиметров недостаточно, разве что с каких-нибудь пистолетов с начальной скоростью не ахтится. А вот метр-полтора, ну, либо там дроби ружья, то да, может быть, как его. И то даже недостаточно. Вот, на полтора метра уже вполне возможно. Вот, давайте по игре. Что-то я вообще, как-то, у меня, блин, реально самочувствия как-то сегодня вообще нет. Точно никаких КАСПА не будет, потому что мне еще с этим холодильником идти. Я говорил уже, что холодильник у нас сломался, скажем, полгода, блин. Нужно идти, чтобы в магаз, пока будут чинить этот сервис, и другой предоставили, да? Блин, мне вообще туда все не лучше не ходить, а то, мне кажется, какой-нибудь кипиш там устрою еще, или ее любому-нибудь. Ну, вот. Хотя, хрен, на самом состоянии просто. Непонятно. Ну, видимо, уже после выходных начнуты плотные прям стримы, как бы. Плотные, да, большое количество. Женя, ка, нет, сейчас я нигде не выступаю и не планирую, что времени нет, только на стриме время присутствует. Так, 1-1 грейды заказанного Лайла сейчас. ГОВОРИТ ПО- Чтобы не сдохнуть лифте и пропадение, нужно лечь на ползвездочки или сон в пол. Ну, если ты этому совету последуешь, то небожитель, который тебя туда принимать, будет все еще лося просто с ноги пропишет-ка его за то, что ты такой вот тупенький как бы. Ладно, все, короче, ребят, хорош гладить диван на следующей неделе. Среду вроде обещали. Бьется здесь Элайв Кул, там Кул пытается прессовать по Викингам, и Элайв выиграл сейчас. Передроб, Мариков на ХГ идет, Кул, кстати, здесь разбирает, обратите внимание. И передроб, он очень неплохой сделал сейчас. Элайв только за счет танков сейчас держится. Нужно отвести немножечко Кул у своих Мариков и просто цепу пытаться забрать. Танк, так, танк не смог Кул спасти, танк в итоге падает, здесь против КСМ Кул немножечко подрался. Ну, в плюс абсолютно точно он эту агрессию делал, ребят. Вот у нас, так, нет потери по цифрам. Да, они не в пользу Элайва совсем. Но вот опять же, как и в прошлой игре история, здесь 2-1, а тут 2-2. По грейдам лучше, но здесь танков много будет, это отсутствие армора, в принципе, нивелируется, я думаю. То есть это очень решает, как только голые Марики на голые... Ну, Марики просто на Мариков дерутся, когда вместе с танками там уже немножечко другой распад. Особенно, когда их много, там они уже больше решают в плане демоджа, да, как бы. Продолжение следует... Так, хорошо принимаю это лайфдропчик, ребят. Я тыкву говорю, честно говоря, немного. Мне вообще это влом. 155, 155, 20 лимитов, примерно разница сейчас, и это именно боевой лимит 20, ребят. Ну и общий лимит из-за этого. То есть, парабам 2 всего лишь в пользу полта. Вот это абсолютно ничего не решает. Что там? Ну, с учетом всего. Здесь циклон геленчика минусует, не минусует. Не, не минусует, смотрите, прикрыли неплохо. Это получилось очень даже. Здесь 2,2 доделывается у полта. 2 атака доделывается армор, второй заказан. Нужно третью атаку заказывать полту. Посмотрим, как лайфд 3-3 закажет у нас сейчас. Полт заказал зато вторую атаку на техникульт, он понимает важность того, что у танков было бы атака, да, максимально прогрессионная. ну, все. Полт 3-2 делает, 3-3 заказал, лайфд, но лайфд без атаки на технику, правда, действует. По боевому лимиту близко достаточно. Вообще по лимитам почти сравнялись. Полт что-то тут затянул. Ну, четвертая цешечка, да, у полта. Здесь, кстати, раньше четвертая. Хотя, нет, у него есть уже четвертая авру. Здесь еще плюс 2 просто пошли орбиталки, видимо, для сканов, для мулов. Здесь неплохо. Полт 4 викинга забирает оппоненту. Залетался, что-то лайфд здесь задропался. Принимает марика на ксилнаге, можно выйти занять ксилнагой, спокойно было, не знаю, почему полт не стал. И по вот этому направлению, примерно, ломиться. Стрэндж выиграл или проиграл. Одно из двух. Так, танчики дропаются. Ну, лайфд сюда не пойдет, он не дурак. На дропнутый уже танк и поднос ему нет смысла идти никакого. Здесь очень много как-то танков у полта дома. 6 штук. Даже несколько медиваков тут все загрузить. Здесь приходит полт под третью базу. Элаева пробивает камень. Но на ламу вот сюда не вариант. Здесь слишком много и био, и танки там рядом летают. Полт дропается и убьет планетарку. Элаева в центре, которая находится скорее всего. Так, передроп танчиков в тылаева полт по фокусу неплохо. Марик что-то сразу на втором заходит. Полт готов был встретить. В итоге и Марик, и ладно, отдавал и планетарку отдаст. Как будто планетарке в том и минус, что она взлететь не может. Так вот позицию отдал и все, придется либо драться за нее, либо отдавать. Так, ну боевой уже у Лаева чуть больше даже. У Лаева третья атака. 3-3 доделалось. У полта третья атака еще не готова. Даже 2-2. Вот третья атака готова. Теперь можно будет и драться хоть как и лайф. Прямо под планетарку заходь. Надо вычинивать всеми. Полт решил, да, подраться за нее. И, кстати, решение правильно, его реально больше здесь. И Полт громит, и Лаева вскрою здесь группу. Еще и медиваки все убивают. Это был полный провал от Лаева. И ЦЦщику не убил, и слил все абсолютно. Здесь Марики, правда, забрали ЦЦ, но это 400 минералов всего. Что это такое? А здесь будет все уничтожено, потому что маловато там юнитов и Лаева. Полт тут ЦЦ прям напилил. Миллиард запас гигантский. Лимита больше намного. Вторая атака на танки решает очень сильно. И Лаева дропает. Я уж спугался, что меня. Но это не меня. Надо паузу поставить, я не знаю. А то, походу, там лагает очень жестко. Так, что у нас по времени? Их с 17.09 уже время. Время уже реально много. Бегает тут Полт рядом с Лаевом. Но Лаев готов ко всяким таким врывом. Я не знаю, почему Полт свою супер армию сзади прирост не берет. Я не знаю. Просто возьмите, да пойди как бы в лоб продави. Полт что-то тянет постоянно, не понять чего. Здесь танки прямо рядом, когда Лаева приходит. И Лаев принимает бой. Еще как криво он принимает. Уже на разложенной танке прилетел. И, конечно же, Полт здесь все просто развалил в кламп. И можно сейчас брать прирост. Идти сюда 170 на 90. Лаев понимает, что тут без шансов. 1 на 1. Посмотрите-ка. Нужна третья решающая. И мы ее ожидаем. Чтобы лучше держаться table там в душах. Прорыву. Хорошо. Sagну сос�. Кор chuyка рулиcerой. Дальше. И. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Ну что, третья решающая, ребятенки 1-1 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, как из алмаза человек даст аналитику Потому что просто тупо из алмаза Можно как бы, ну Можно быть там, хотя я не знаю, если ты был супер прогеймером каким-нибудь, то Не, ну можно вообще не играть, просто там 10 игр, сыграть и выйти в алмаз, только такой алмаз И стабильный алмаз, просто хз, как бы тоже там всякие моменты есть Все зависит от, в общем-то, человека Может, может дать, а может быть и будет ныть на какую-нибудь имбу Самое главное, ну, там вот это все делаешь, как бы смотришь вообще И пытаешься уникнуть, ну, без нытья всякого Так Ну, тут уже третью игру подряд вот этим билдом играет Каким, два, там, рипера и гелики, в общем-то Приходит сейчас к Элайву, можно просто ворваться, если фокуснуть риперка Ох, не смог ничего отфокуснуть Сейчас, к сожалению, еще и парадемеджил гелика вместо рипера То есть, в итоге, нужно отойти Купить Хочешь второй Старкрафт купить? Нету просто второго Старкрафта Есть Legacy of the Void, есть Мул, есть Ходс Как бы, сначала ВВол, потом Ходс Чтобы покупать Ходс, нужно было иметь и Вол В том числе, тогда они в двой версии друг на друга Ну, там, накладывался Ходс А вот Лотов уже сделали отдельно от всех То есть, ты не обязан покупать первые две, как бы Но это последняя часть, и в нее все играют на данный момент Но если ты хочешь пройти кампанию, нужно все части играть Привет, Фолинджер Здорово всем Зерга Я, честно говоря, стрима у Зерга не смотрел, как бы особо Поэтому я не знаю, что он там анализирует Ну, главное, не как с люрой Так, тогда это эпическая люра была Бds Да Ты не уверен, черная Уживая На Уживая Присюливая Не уверен, что стоит Ну, вроде как, Элайдис всю агрессию Пултовскую принял. Печально, что Пултов, конечно, Баншу слил, остальное все пофиг. Банша с инвизом, я так понимаю, да, Банша с инвизом, и нужно что-то сделать, как бы. Вот Марик летит, ну, Марика вот это сейчас убьет точно, Марик вот побежал, но от Банши ты не убежишь никуда. Пока затишье, в общем-то, в игре. Летает Пулт, ну, сейчас пару Мариков с Ксилнаги снимет точно. Баншу надо как-то применять, сейчас можно третью цельщику отменить. К Ксилену в Камер. Так, да, точно не буду. Так, здесь Харас от Элайдис пришел вообще без медиваков даже сюда, что самое интересное. Но блокаду готовит просто знатную здесь Пултовской второй базы, причем у него самого ЦС-шика, например, третий не готовый. У Пулта уже готовый, он вовсю добывает, у него намного больше добычи, чем у Лавы. То есть здесь у него добывается газ, там пару минералов, и это ему просто за глаза хватает, добычи этой. В то время, как он третью свою добывает. И в этом плане Пулт здесь получает серьезное преимущество, и сейчас в этой игре ситуация по грейдам, противоположная предыдущим играм. Ну, возможно, Элайд тупо завтыкал, у него две инженерки было, наверное, с армором. Но в предыдущих играх у Пулта всегда 2-1 делалось, там 2-2, то есть по грейдам Элайд пережил. В этот раз Пулт может опередить, и Лавы, правда, на арморе не строят почему-то до сих пор. Вот, пошло армори, и теперь надо просто вовремя заказать грейды. Хотя армори доделается позже, чем 1-1 доделается, но не суть вопроса, нужно просто не завтыкать. Здесь уже армори почти готова была, а вот вторую атаку точно раньше, чем Пулт закажет, это важно. Если закажет, конечно, нет. Ну, должен заказывать, по идее, не знаю. Добирочек тут на майне бомбит. Элайвовский на третью прилетает, на третью начинает стебать. Пулт что-то я не понимаю. То ли, погодите, а, у Пулта Викинга, наверное, нету, получается. Ну да, у Пулта Викинга нету, марики прибегают на стиме. Первые, конечно, герои, но для игры мариками эффективно можно, в принципе, Либератора выбивать. Прилетает Элайв, раскладывается, и Либератор уничтожен туреткой сейчас. В итоге по Леомету Пулта чуточку больше по-боевому. Парабам, 57-58 на одного этого КСМ имеет больше Элайв. Точнее, погодите, да, Элайв, да. Ну и по грейдам, собственно, вторая атака вровень. Армор чуть раньше у Пулта будет. То есть, ну, Пулт в предыдущих играх больше отставал от Элайвы, чем сейчас Элайв от Пулта. То есть, в принципе, в принципе, все будет зависеть от битвы. Так как и предыдущих ТВТ, то есть, тут даже 2-1, 2-2, там, да даже 1-1, 2-2 может позиция зарешать. Там, как Танки, например, дропнулись, я не знаю, разложились. Вот. Так, что бегает Пулт. Сейчас Пулт на халяву, эту демо же наполучал. Элайв по лимиту очень серьезно. Обогнал его как-то неожиданно сейчас. То ли соплей был, то ли что. Ой, тысяча минералов скопилось. Где продакшн-то? А вот, вторая факта только добавляется. Пулт втыкает. Продакшн-то, сейчас Бараковку уже имел много смысла выгодать. Вчера вышел Тру по личным встречам. В первую очередь считаются карты, во вторую личные встречи. Получилось так, что Блай проиграл Тру, но выиграл Ману. А Ману выиграла Тру, соответственно. Нет, погодите. А Ману выиграл Тру, да, и этого, с Натуралом. То есть, если бы Блай выиграл Натуралом 2-0, то он бы вышел с первого места, а Ману со второго бы. А так получилось, что Блай вообще не вышел. Короче, решила одна карта просто вот эта с Натуралом. Так, здесь Пулт залез к Илаеву, и танки его неплохо минусуют. Танки, когда Илаев пытается выбить. Так, здесь отбивает дроп, сейчас собирается пул. Сбивает Медивак, это важно было. Дропа кто-то никуда не уйдет. Сопулт отбился, нужно идти вперед сюда, отбиваться. Система каждой из каждой. По карте там решается все, а не по JSL, соответственно, система. Ну, это китайцы турнир этот делают, и так же, как и Лайпен делают китайцы. Ну и, в первую очередь, это для того, чтобы игрокам тренится турнир, китайским в том числе. Ну и, конечно же, интересность тоже здесь решает, безусловно. Система каждой. Ну и, конечно же, как и Лайпен. Заходит Элайв к Полту, прошу прощения, что молчу, сам удивлен, что происходит. Полт идет к Элайву, ошибается, просто сейчас теряет на ровном месте 3 медивака с танками. В итоге у Элайва тут намного больше в размене танков, чем у Полта. Вот, он заходит сейчас на ХГ уже, а Полт вообще ничего не может сделать. Здесь у Элайва достаточно лимита, чтобы отбиться. Короче, это 2-1 в пользу Элайва. Элайв 2-0 по картам будет, соответственно, по матчам точнее. И я думаю, что это лучше для Стрэнджа, почему? Потому что, особенно если Элайв ушатает как бы Элайзера, то тогда Стрэнджа достаточно будет Элайзера, просто вы его этих двух. Г-г-г, пищу. Ну что же, сейчас узнаем, какой матч следующий, нужно ли на Европу идти. Стрэндж ли Элайзер там или какой-то другой. Затем. Ну, яıllею. Продолжение следует... Пулт и лейзер сейчас будет, ну ждем, ждем, значит никуда переходить не надо будет. Так, рублевый модный донат залетает, спасибо всем за поддержку. Ну что, значит стрейджер впереди, еще игры тут. Как-то так. Короче, стуя. Пусть пока она делает все. Сейчас приду, ребят, подождите секундочку. Продолжение следует... Так, прохладно в квартире. Короче, жду хост, сейчас я ворвусь, на секундочку отскочу потом. Ну потом опять же приду к вам очень-очень быстро. Так. Так, что-то там криво все. Да, я играл еще с брудуара. Бьян Крут управлая. Я слишком много говорил сегодня, чтобы еще в очередной раз об этом говорить. Так, что может в чатике спросить об этом просто. Все, поехали, сейчас отвлечу на недолгое время и вернусь к вам. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Может быть тяжко уже отбиваться-то здесь, конечно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, реперки чуть туда-сюда прыгают. Так, реперки чуть туда-сюда. Короче, лейзер вообще в лёгкую отбился. Две собаки он потерял. Что вообще это за реперы тут? Не знаю. Это просто бред, то, что сейчас случилось. Просто с рейлджерами. Просто взял, отбился. Ну, у пол-то уже, ребят, понимаете, у пол-то уже нету шансов на выход из группы. Хотя минимально есть, если там как-нибудь лейзер убьёт всех, например, да, там. И хотя нет, лейзер убьёт всех, кто лайф и лейзер выйдет. То есть нужно так, чтобы... Хотя я даже не знаю, надо смотреть там по ситуации, есть вообще шансы или нет. Может быть, какие-то там и есть теоретические. То есть тут очень такая система, там каждая карта решает сложное. Нужно просчитывать. Не надо так. Говорит, здесь пол пришёл, что-то мариками чуть не отдался, убегает. Всё, он понимает, что просто у него уже как бы шансов мало. Может, он и стараться особо не будет. Хотя, в принципе, свитч очень хороший был. То есть рейперов он тоже не отдавал. Экономика более-менее нормальна. Привет, Gex! Ну что, криптумор вперёд. Двойной дробщик от пулта. Ну, масс рейперы, это не только ветермаловский билд. Его и корректи почти все отыгрывали. И тот же бьян. Так, что говорить, что чисто ветермала копирует пулт неправильно. Но у него были рейперы, которые не направлены были на убийство оппонента по умности. То есть у цити рипера бы взял, можно было бы драться сейчас с этими лингами. Они не направлены были на убийство оппонентов полностью. То есть они были направлены на то, чтобы зажался зерк, начал обороняться. Чтобы не слишком ранее третий был. Хотя и лейзер в итоге третий нормально поставил. И переход, в общем-то, самому в три базы. Вот, очень быстро этот переход сделал. Сейчас грейды 1-1 на 1-1. С армори пулт завтыкал. Вот, поэтому грейда сейчас заказать не сможет. Может, очередного 2-2 лейзер раньше 2-2 заказывать. При этом, несмотря на то, что он хайф делает очень и очень ранний. Так, здесь какое-то интересное забегание лингами идет. Один на Ксилнагу, остальные камни подгрызть идут. Видит ли он фулт, если и видит, он видит там, что кто-то грызет, но он не видит, как бы, как там отбиться, непонятно. Так, здесь линги реводжера приходят, отбивают реперков. В это время марики наламываются через центр. Г-г-г, пишите, вот это фулт, мясо его просто убивает. Так, здесь линги реводжер. Так, здесь линги реводжер. Так, здесь линги реводжер. Заходим в игру сейчас. Так, сейчас я, ребят, вернусь. Так, здесь линги реводжер. Так, здесь линги реводжер. Так, все, я здесь. Как там сортов, если у него шанс выйти из группы? Я не знаю, я даже не видел группы. Так, секундочку, ребят. Так,あれ. Продолжение следует... 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 здания. Зачем ему это давать? Еще оверополк подрезал, можно еще просканить было бы здесь крип выбить. Только тогда вот здесь бы остался крип. В принципе, полк ходит, тут контролит и понемножечку, и все в порядке. Так, полк подрезает, полк точнее лейзеру подрезает, королеву на халяву подрезает, привет рептилоид, привет всем. Привет Наргил, привет на Твиче на Гудгейме, всем ребят. Сегодня я не буду стримить с перебором, опять же, сегодня, конечно, крутой ивент, там Каспакап, квалификация европейская, смотрите, конечно, вот, но я уже говорил сегодня много раз, там сегодня холодильник сломался, как бы, и надо мне ехать в магаз, чтобы нам что-нибудь предоставили, как бы, вместо, потому что Даша даже не может сейчас Маша уехать к маме, она болеет, тоже, короче, там такая движуха левая, как бы, придется мне сейчас идти после этого стрима туда, в видео, что-то там, короче, делать, я не знаю, разберусь по обстоятельствам, а этот должен забрать, короче, да и вообще состояние сегодня какое-то мертвое, тем временем пол-то лейзера присутствует, смотрите, на лимиты, 75-6 боевой, давайте я по игре, почему-то, потому что здесь, может, она кончится очень-очень скоро, вот, про курьезы сегодняшний расскажу попозже, сегодня, да, была такая прикольная ситуация, что я сам с себя сгрелся, вот, идет лейзер вперед, линги-бейлинги наломаются, королевы тоже наломаются, бейлингов много, лингов очень много, и лейзер отбивает этот прессинг пол-то, такое ощущение, что, такое ощущение, что здесь на 1-1 что-то похожее происходит, хотя у пол-то прирост еще движется вперед, и медиваки остаются, но у лейзера 2-2 стремительно грейды близятся к завершению, и что очень-очень важно, у бейлингов уже покатухи есть вот, профукал пол-то, забегание лейзера, дпу-шку не закрыл, но тут, кстати, есть несколько мариков, плюс пс-энги легко здесь пол-то отобьется, так только будет 2-2, пол-то уже ничего не отобьется, да и уже и лейзер поскольку на а-клике в центре тут раскатывают, королев много, лингов много всего, очень-очень много и лейзера, я думаю, что пол-то пора ГГ здесь писать, в принципе, и пол-то что-то дропают, сегодня дропают всех корейцев пол-то и... Игра приостановлена Приостанавливаю это лейзер, пол-то чуть подробного там, видно, что он и не контролил нифига Что-то пол-то стабильно дропает, как-то потом отпускает, дропает, отпускает Приостанавливаю там одинera динам Так, заходим из редки будет восстановление. Сейчас я на секундочку отвлекусь еще и вернусь к вам. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Непонятно DimaTorzok 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 Человек ультралов гоняет. Ничего, сейчас прикормил маленько братана. Консервы рыбной. Сам чуть перекусил, а то только завтракал. Вот он и стал отрабатывать. Залетает овер. Проверяет элэйзер. Пулт нашел сразу же. Здесь масс рипера. Прекрасно он сейчас это поймет. Ну и я не знаю. Пулту надо свитч делать. Либо массить риперов, продолжать. Либо свитч уже какой-то готовить сейчас. Ну, свитчку и в ЦЦшку только можно здесь. Третьего не дано. Другого не дано, точнее. Ну, либо массить риперов до конца. Ну, кстати, здесь ручку урон в этот раз не такой уж ранний у лейзера. И можно, можно пытаться проблечь. Ну, только рипера не отдавать сейчас. Если отдать на такой стаде, там все, пиши, пропало. Тем более, это не ближний рипер, а в рыв. Это как-то странно. Пул здесь законтраливает. Игра приостановлена. Так, паузу пол просит. Лагает, наверное, не знаю. Лагает, наверное, не знаю. Так, хотел бы, чтобы в Форсаже 8 было побольше главного персонажа из токийского дрифта. Я сейчас вообще мало что смотрю. А такую шляпу, как Форсаж, я и вообще тысячу лет как не смотрел и смотреть не собираюсь. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а ты как думаешь, ты как бы упарываешься и сам лечишься? Что это вообще такое? Это уже из каких-то тупых американских комиксов, по ходу дела. Расклад. Игра возобновлена. Собираешься делать ставки на StarCraft? Я вообще не рекомендую ставки никакие никому делать. Но... Если вы что-то такое делаете, то нужно как можно больше их формата. Разносторонний. И статистика... Статистика тебе не поможет, когда, допустим, игрок мертвый на данный момент. И такое бывает, как бы, частенько. Достаточно читается. Проваливает пол. Здесь риперовский баст. Ну там две СЦшечки опять строятся. Королеву сейчас, смотрите-ка, забрал одну. Хоть что-то происходит. Хоть что-то получается. В этот раз, мне кажется, это СЦшечки позже, чем в прошлой игре. Как-то получается. Так, здесь надо предельно внимательно быть против реведжеров. Видит овером рипера сейчас. Элейзер. Привет, табакмен. Привет всем. Риперформация. Тогда ему нужно не... Ну, ему нужно тогда не просто из барака строиться. Ему точно нужно лабу. Почему? Ну, стим делается лаба. То есть рипер там будет свой варить мет просто, как бы. И тогда, да, у него может будет стим пара. У него-то лабы нет, он без лабы строится тут. Все очевидно, да? Сколько гранат, чтобы взорвать королеву? Ну, граната 10 деменжек. А вот параллевы хп вот. А, там из-за вебки не видно. 175 озвучили. А, не видно. Тут эту часть видно. Здесь считать не надо. Так, ну что, тут расстроился пункт. Не слабо, я вам скажу. Ну, юнитов, мариков уже реально много. С риперами, к силной контроль. Только-только рекрут, привет, элэйзер занял третью хату. Парабам, чуточку в плюсе. Кстати, по боевому лимиту не сильно элэйзер и плюсе. Здесь уже вовсю третий цс-чик у пол-то даже добывается. Как бы, то есть вот он точку сбора поставил на третью. Здесь два газа добавил. Надо начать добычу нормальную, как бы, сейчас. Чтобы было бы все замечательно вообще. Ну и раскачивать, расширять точнее продакшн. Вот сейчас плюс два барака пошло. Это правильное решение абсолютно. Чуть-то марики без медивак вообще пошли. Игра приостановлена. Так, лейзер. Теперь у лейзера лад. Игра возобновлена. Так, приходит пуск, попытался реводера попускнуть. Не получилось, еще привет веду. Так, подсетки не смотрел. Ну как Стрэндж отыграл? Вот пока отыграл так, что еще все шансы выйти есть. Как бы, надо лейзера убивать. Игра выйти, все. Ну, отыграл, в принципе. Ну, с алаевом там вообще без шансов. С пол-то пробрил. Нормально. Ну, а вы видите, как пол-то играет. ТВЗ вполне неплохо смотрел. 1-1 с лейзером. Сейчас еще и выиграть может вполне. Нет. Играет музыка. Играет музыка. Короче говоря, тут в итоге рассекретил пол-то лейзера. Кстати, фугасов нет, нужно срочно заказать их. Вот они отсутствуют, только что это было видно. Лаба не занята в бараке, пол тупит вообще. Не знаю, не заметил, что фугасов нет до сих пор. Это ошибка очень и очень серьезная. Здесь выход идет био в маленькие танки. Этого вполне достаточно, чтобы нормально драться с миксом роуч и реводжеров. Здесь, правда, два инфестра. Вот так, у них уже больше сотки энергии. Это, конечно, хорошо. Заходит фулт и лейзер видит это все прекрасно. Будет ли биться он? Не уверен. Я разгружаю танки. Пошла атака. Кэш четвертую фату он отменит. Здесь их к бахте не ходи, как говорится. Здесь ничего не сделать будет. Ну что, ползут роучи. Лейзер пытается пул попринять. Смотрите, что тут происходит. Надо отступить. Просто на Микозе берет, отдает группу Мариков. Очень неслабую группу я бы сказал, полбесса ждал. Ну там часть юнита по лейзеру тоже подрезал на отступление. И планетарка в центре делается. 2-2 в 2-2 грейды. Есть одна атака на технику. Здесь вообще ничем не бункера, ничего нет. Тут заползить двумя роучами сюда лейзер-тремя. Вообще бы неплохо быть могло бы. Ну а здесь Грейтер Шпайр пошел. И если полд дождется от краски брудов, то очень тяжело ему будет тогда. Но полд понимает, что брудов ему ждать не нужно совсем. Идет вперед. Просканить бы сейчас этот врыв. Сканит полд. Где бью-то, я думаю. Что вот он встал? Опять у кого-то адовые лаги начались. Здесь, возможно, это полд и есть. Да. К сожалению, это он. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что там у вас на твиче? Я не знаю, происходит. Я даже не видел, что там произошло. Поэтому оценить не могу. Но я думаю, что завязывайте с этой шляпой всей. Фугас для одного мародера. Фугас нужно даже сделать, если ты вообще мародеров не строишь. Вот в такой вот игре. Когда 12-ая минута, и к 200 лимит стремится, уже третьи грейды делаются. И хопа, неожиданно увидел, что тебе надо свечнуться в мародеров. У тебя уже есть фугас. А тем более, когда у тебя там были мародеры, изначально ты видишь, что здесь ровучи реводжеры. Они обязаны быть грейд за 50-50. Тем более, что у лаба ничем не занята. С другой стороны, может быть, в данном случае это было бы и не критично, но один убитый ровуч лишний, это уже окупившиеся фугасы, получается. В данном случае один мародер остался, сколько было? Ну, один погиб, два за игру построил. Ну, даже с одного фугаса должны работать. Тихо. Что-то у пол-то все еще печаль какая-то там. Без понятия, что за фигня. Без понятия. В данном случае это была онлайн. Продолжение следует... 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 41 дэмэдж, у Тора сейчас 60 по арморинам, ё-моё, они по брудам-то вообще жёстко дают. А какой рейндж? А рейндж 10, а у бруда какой рейндж? У бруда 11. Почти одинаково. Идёт вперёд у нас Элэйзер. Фулт вылетает, мы с Викингами с вами принимаем бой. Викинги с плюс 1, между прочим, у Элэйзера вообще аут, у него только армор есть. Атака выгоднее в данной ситуации, намного всё выгоднее. Фулт под королев наломился. То, что не нужно делать было, это как-то под королев ломиться. Фулт продолжает зачем-то ломиться именно под королев. Но всё равно, посмотрите, по земле достаточно вполне юнитов, брудов отгоняет. Пул, плюс Либератора есть, 160. Так, с 95 плюс 3 лейзер дозаказ делает. Караптеров он там дозаказывает. Зачем пол томится на Элэйзера викингами сейчас, я понятия не имею. Бас по карте миллион всяких, то есть можно просто добывать везде. Орбиталка на респе стоит. Вот эту отдал, но это не дико страшно сейчас. Торов 8 штук, уже с плюс 2. Атака иноземная, что самое интересное. Вот почему у них такой рендж, точнее дэмэж гигантский по воздуху и по всему. Приходят танки, но нужно ли поулту лезть вот таким миксом, я не знаю. Хотя микс-то в принципе интересный достаточно. Био подставляется вперёд, тут уже такой, тут больше мех, чем био на самом деле. Смотрите. Торы по брудам шмаляют, не слабо. Викинги приходят уж вперёд, фаербулы падают. Непонятно тут кто полт вообще, как дерётся. Сейчас понятно, полт разваливается, становится брудами. Так, танками нужно целенаправленно фокусить сейчас королев там и реведжеров всех этих. Так, караптеры атакуют викинги. Так, викинги живут пока. Не успел переключить полт раскладку на торов. 86, 137. Вместо того, чтобы нормально отыграть полт пооборонительнее, он берёт как бы и сливается лезеру. А если бы он выиграл, у него минимальный шанс ещё был бы выйти из группы. Да и стрейнджов попроще, наверное, было. Хотя ещё нет. Ещё пока полт никуда не слился, потому что добыча-то у него. Хотя почему-то такая смешная добыча. Респ есть. А, вот наконец-таки мулы полетели. А сколько у него орбиталок? Так, здесь орбиталки. Здесь энергии нет, здесь всё выкинул. Здесь вот энергия есть. Здесь ещё выкинул, короче. Нужна добыча. Полт это прекрасно понимает. Давайте посмотрим, как подпрыгнет сейчас добыча за счёт мулы. 7 их в данный момент добывает. Просто 7. КСН-ки приезжают. Тоже нарезку. Газа у полта много. То есть, в принципе, ему отстроится. Здесь ещё шансы есть. Только нужно био и торы и всё-всё-всё. Нужно полту сейчас. И викинги тоже нужны. Добыча там намного чем. У лейзера больше. Резко очень становится. Ломиться вперёд ни в коем случае не надо. полетел полт дробчик куда-то там. Через всех королев, что ли, он собирается промчаться. Я не знаю. Так, 10 сетчики полту водит. Переводит на планетарку часть юнитов. Надо было на дальнейшем. Сейчас я открою мамону и напряжу. Так, пока я ходил, ребят. Всё кончилось, к сожалению. Ну и лейзер пошёл. Уломился полк. Полк не бился сейчас. Он понимает, что шансов мало выйти. Налютый минус. Когда держera справочную для вас видно. Ну и я уже промыкнула тебя. Налютый минус в Мなусе. Ну что, ребят, сейчас может так быть, что Лейзеру надо будет там Стрэнджу идти играть. Может сейчас вообще все закончится, мне кажется. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Лейзер говорит Гоу Гоу, я не знаю, кто там будет Гоу Гоу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, посмотрим сейчас, что там да как. Я не знаю, что там, почему отменили. Возможно, перенесут сейчас. Продолжение следует... Короче, Лейзер против Стрэнджа будет не сегодня. Продолжение следует... Так, ну что, ждем Хаста и Лейзер Лайф сейчас будет у нас биться. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, король станция, король Тиджун. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть сейчас будут грейды 1-1 пошли грейды у лейзера Очень-очень четко, очень-очень быстро Так, ну что тут, два медивака весь улетают Так, верток, опять новый никнейм Молодец, да, Стрэндж Все шансы на выход есть И свой лейзер обравляет Но уже как факт Стрэндж и лейзер будет не сейчас Битва, как бы, она будет проходить Другой день, соответственно Почему-то с КСПК подборочной дальше будет Ну а мне нужно будет прерваться, в общем-то Я нет, КСПК я не буду принять сегодня Каковы обстоятельства Завтра я, скорее всего, поеду за грибами С утра, потому что хотел Ну, сегодня надо пару дел еще сделать Задрубал что-то тут лейк сейчас лейзера очень жестко Ну и лейзер пока терпит, вроде как Экономика есть Более-менее четвертую хату ставит Второй куготь пошел Здесь две базы, ребята Вот Не самочувствие у меня какое-то плохое сегодня, ребят Поэтому я хочу, ну, уже закончить У меня реально башка квадратная Просто, как бы Я уже рассказывал сегодня, как просто днем было То есть я поехал на велосипеде сюда Параллельно заехал в магазин Который рядом с дома тут Пристегнул его Там есть, ну, это для великов Железные стоят на застежку Купил все такой Выхожу из магаза Пришел домой Расгрузил там Ну, там, к чаю взял там пару штучек Вот Чуть-то хожу по дому Думаю, что-то не то Потом хов в карман ключи Лежат от застежки Просто, как бы Как бы вышел Мой велик остался стоять А мимо него Так на входе прошел, как бы Пошел домой Вот, вообще, что-то сегодня Ну, дичь какая-то В этом плане Ну, сам потом Ну, пришел туда Забрал его, как бы Подугарил, что я олень Как бы, просто И все Собственно говоря Что тут еще Здесь забегание олень Так, и лейзер пытается Забегать туда-сюда Нет, если лейзер выиграет Лайва То стрэндж будет тяжело выйти Как бы Очень Даже если он лейзер выиграет По-моему Не знаю Так, ситуацию точно не смотрел Но Тогда там именно по картам Будет все решаться И стрэнджу придется 2-0 лейзер Наверное, выигрывать Ширтшоп.ру Поддержал ваш канал На сумму 50 рублей Не знаю Что там Будет ли стрэндж играть С Каспакап Честно говоря Машины нет У меня нет Спасибо, Ширтшоп.ру Пожелайте подмогу Месторождение минералов Трудовым подвигом готово Спасибо Всем ребят Кому навешать Пошло, поехало Бегу, Мар Бегу,?... Играет музыка. Играет музыка. Рестрант, что ты имеешь ввиду за гарнитура. Если ты про звук, в смысле про мой микрофон, то микрофон у меня не из наушников используется. А вот в BlueYetipro у меня микрофон здесь стоит. Вот он отдельно стоит здесь. это уже давно вроде как всем известно, а гарнитура так, вот такая бывшая леновая партнер, чтобы видеть, видно было, что здесь и микрофон есть, но я думаю здесь нормальный микрофон, а у меня все изначально, наушниковского микрофона, да. На самом деле я понимаю, что к чему, что привел вот эти моменты к великам, что кипи с холодильником дома, еще монтаж, и немножко поскорили с клиентом, вот я ушел как бы очень-очень злой и просто не варил колпак, моя задача была купить поесть, купил поесть и забыл, пошел. И пошел стримить, ну хорошо, что вспомнил этого, не мог там велик просто гуссоваться без меня долго вообще. Так, сто семьи четыре лейзера, стоят тринадцать сейчас Лайва, и лейзер продолжает давить, и он вообще здесь очень четко все сделал, он по-моему забревает, а Лайва в чем еще не слабо. Как он рубит, а, лишнями своими, просто в мясо. Ну что, есть хоть пару реводжеров, что все под либераторами-то бегает, мечется что-то и лейзер туда-сюда, да жмите его уже в конце-то концов. Нужно пару роучей, вот караптеров и лейзер наконец-то добавляет, понимаю, что что-то нужно здесь сделать. Юитов достаточно, чтобы сделать на лом-клуб и тут пару лингов или одного ультрала запустить на третью, например, базу. Лейзер в семь идет сюда, допустить и одного ульта на третью, это черт его. Два либератора раскладываются, на ультрал и дальше проходят. ГГ-пишный лайф, 1.0, LA. А эти девайсы леновские. Замыл где-то тачку, парканул, словил измену, подумал, что угнали. Ну это тоже на уровне таком же примерно. Так, 18.54, заходим в игру. Нев sorts. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Life 4.1 Strange 2.3 и Laser 2.1 Сейчас Laser 2.1 Получается он Так Laser Alive Alive уже 4.2 Сейчас если Life даже 0.2 Проиграет у него 4.3 Будет кстати говоря У Strange максимум может быть тоже 4.3 Ну да, сейчас Laser 2.0 Выигрывает Alive У него 4.3 Получается У Laser 4.1 Если Strange выигрывает 2.0 Черт побери Тогда будет по 4.3 У всех них Это прикольно Да, ты тут прав Конечно, будет такая ситуация Ну это еще надо Чтобы по 2.0 они выиграли То есть Если Strange Получается что Получается что То Strange Если так Если будет 2.1 Пульс дую Лайву У него там Точнее Пульс дую Лайву А у Лайву будет У Лайву будет 5.3 А у Лайву будет 4.2 То есть если Strange выиграет его Погодите А, ну та Strange выиграет его Если 2.1 Будет у них одинаково По картам Но он по личной По идее Выйдет В любом случае Strange Надо выигрывать В любом раскладе Завтра украинская квали на ВСГ Да пофиг мне вообще Что Скоро осень кончится И все Как бы И с грибами Я не съезжу Короче Все уже месяц Там прошел Как бы Мало Я что постремил Денег заработал Немного В любом случае Насрать Мне вообще Как бы Уже надо отдохнуть Нормально И уже осень Начинать бомбить Конкретно Все там До блескона Как бы Вот Тем более Что Я видел сейчас Судя по Потому что Ну Многие старики Как бы И вообще Ну что-то Грибов много Продают Значит их много Попопопа В лесу Вот Причем Всякие там И Босиновики И все дела Так Ну что 45-38 По Лимиту Что Очень долго СГЛ Проходит Конечно Когда Стрэндж и Лейзер Будет Скажут Потом Наверное Завтра Я не знаю Тогда Если честно ХОЛИ ХОЛИ СЕРЁ 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 ХОЛИ СЕРЁ ПОЛЬ в курсе я что вердос в калифорнии че он туда поехал-то выпрашивать бабки на смену пола что ли? пользователь шаридан активировал премиум на ваш канал так ну что DC лейзер пытается поймать в общем-то лаева танки ну конечно не получится еду ли она блеск он зачем поеду вообще его стримить буду из дома так танчики дропаются не слабый лайф тут лейзера харасит но чуть танк один правда не отдал но чуть не считается 4 дрона подрезал но в принципе по лимиту ситуация вполне адекватная лейзер уже четвертую хатку в центре ставит в принципе решение верное satisfied короче расклад насчет трейджа выхода простой лучше чтоб л лайфььььььььььььььььььььььфьььь MysteriiP с Host. vfp Фу, в смысле, Элэйзер 2-1 выиграл Элэйву. Хотя в любом случае Стрэнджа уже только за второе место бороться. За первое уже не вариант получается. Хотя почему, если переигровки будут на трех человек, то да, то вариант. Ведь тут еще все варианты пока могут быть, но посмотрим, что тут Элэйзер сылает в этой игре. Покажут. Что-то, ох, Бараков тут настроил. 8 штук Бараков у Тирана. Продакшн гигантский. Так, один полудохлый Медилаг на центре тут бегает. Вообще-то, Элэйвчук пытается законтролить и Лэйзер, что ли. Лэйзер у нас хайв делает и шпиль. Взрослый залп от Минки 20 лингов минус. Шатает сейчас Элэйв, короче, дропами. У Лэйзера, как вы понимаете, сверх немобильный микс, да, как бы линги и королевы. То есть линги-то, да, они сверхмобильные, но другая часть королевы, они абсолютно немобильные. То есть в пределах крипа это все работает. Без крипа это вообще не работает. Привет всем, кто недавно подошел. Напомнить, что поддерживать неплохо мой канал. Для того, чтобы с ним больше было, это точно. Отключать от блоки, премиум подписываться. Ну и по реквизитам писания через плеер тоже стараться поддерживать. Ультралис Кеверн почти готов у Лэйзера, вот он уже готов. Тут 4 гаста первых. Ох, уже гастов трое-то лайф. Ну, кстати, гасты без либераторов получается. У него 4 ультралай лэйзер заказывают первых. Но гасты без либераторов на самом деле могут и не зарешать. Вот в чем прикол. То есть пока их мало гастов. На лом пойдет, линги там окружат, как-нибудь будут их кусать. Ну что там 4 гаста без энергии? Они особо не на снайпер шотят там. Ну уже для ультравых все равно больно на самом деле. Даже 4 гаста эти. Так, здесь гаста на мейн. На четвертой базе, на пяточной базе Лэйзер гаста принимает. На мейне королеву, кажется, убил здесь Илай. В это время врыв идет на центральную базу. Куда и Лэйзер-то побежал? Он вообще мимо кассы тут поперся. Так, линги-балинги сверху, снизу. Отсюда заходит Лэйзер. Шатает Илай по лимиту. Кстати, в плюсе. Королевами надо ломать. Танки вот они улетают сейчас. Ебан, как минка жахнула. Иллинги окружили. Жаль, мы не увидим, сколько юнитов там погибло. Но погибло просто нереальное количество их. По-моему, штук 30 собак просто на этой минке сгинуло. Минус все ультралы. Лэйзер ломится нелепейшим образом вперед. Теряет все. Практически. И учитывая, что он потерял четвертого, а пятая база не добывается. Он еще там рабов натерял. В общем-то, у него и ситуация по экономике становится плохая очень. Сюда ничего не переводит. Ну, что за бред. Какие-то дистанц майнинги странные идут. Или нету дистанц майнинг. Не, есть пара дронов всего. Парая, правда. Ну, и Лэйзер либераторов добавляет. Гастов уже масс. То есть, он в центре стоит и все контролит. Великолепно. Везде поперли дропы. Ну, Лэйзер вроде как отбивается пока. Дропы хорошо плавить. Ну, по лимиту катастрофа. Либераторы по четыре штучки строятся. То есть, тут уже просто сейчас выход последний будет. Так, идут сканы еще. Идет вперед Элайв. Ну, все, сейчас Либераторы сюда разложатся. Гастов миллиард. Уже, как миллиарды больше? Сити штук 13 штук. И это несчастливое число совсем не для Элайва, а для Лэйзера это очень несчастливое число. Потому что 13 гастов там просто разваливать будет. Так, здесь у нас залетает Оверсир. Под планетарку и Лэйзер ломится. И, конечно, разваливает. Тем более, здесь еще Либератор есть. ГГ, он пищет. Сейчас, видимо, на Каспокапте будут уходить. И даже не будет. Доиграно ничего. Продолжение следует. Да, надо, чтобы в стране проще выйти. Конечно, нужно, чтобы Элайв побеждал. Так. Хорошо. 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 Сейчас. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...